всем приветики с вами владимир вольтский и мыслим вот так и мыслим для креатива мы приехали снова на советскую дачу вторая серия подряд про дачу и вот так мы пользуемся своим рукомойником у нас пока что нет никакой системы воды ну вот поэтому мы из города везем такую баклажку наливаем в рукомойник видите а снизу еще капает мы его конечно тянем вниз как-то так типа закручиваем но если это забыть сделать он весь проливается а потом пустые бутылочки можем везти домой или выкидывать если они совсем уже старенькие вон стареньких бутылочек не бывает вот и мыслим моет вот так чашки собственно вот такая у нас жизнь это мы приехали из города на советскую дачу и будем сегодня продолжать делать здесь дикий угар в общем-то у нас приезд начинается с этого с кофепития мы привозим пока что все это в термосе вот у нас есть виктор анна вот тут она уже видите дымит вот и здесь у нас термос тут конечно она дымит даже не знать о но прямо здесь и нальем где-то где меньше дымит не знаю да но дымит приехал даже не знал 10 вот так вот чашечки давай поставим все задымило поставь сюда там солнце стулья стулья ну давай так что мы решили по приезду сразу же начать это самое кофе питье ну видите как длинной струйкой с этого с кофе с молоком на нее у нее есть бутылочки не наливаем вот и у нас будет на завтрак салями у нас будет хлеб томатный тостовый и сырочек плавленый mazdam вот написано вот и все в тарелочке еще мы приправим это все острым соусом не может быть даже съедим еще вот такие сладкие конфетки с ванилью трубочки но гуляли все это вместе на пока виктор занимается шпаклевкой стен у нас там внизу после грибка получается пол муж залили бетоном и он уже высох я потом покажу сейчас виктор приехала сразу делает шпаклевку стен потом еще клеем зальет пол чтобы он был идеально глянцевый и потом уже будет суп с котом я покажу что там происходит а сейчас у нас завтрак и в это время пока он работает мы как раз вот завтракаем потому что просыпаемся утром чтобы ехать на дачу в 7 часов вот и мочим конечно не нелегко доехать некоторые таксисты крутят пытаются торговаться вот ставишь 350 гривен они торгуются 700 кто-то там пишет что поедет и так далее но в итоге все берутся за 350 400 но сегодняшняя поездка была не так легко добиться наша поездка вышла 430 гривен вот на такси но зато у нас был комфорт таскать колбасы надела колбасы после моего это твоя чашка ли муслима чашка с козлом анна решила поехать с нами на дачу вот она смотрите находится здесь и она захотела ехать и жарить шашлык так что она это будет не только это самое она уже зажгла быстрее всех от мангал самостоятельно представляете вот он же горит ну вот наш хлебушек сейчас прямо его с сырком и колбаской и всем я скажу всем приятного аппетита кто смотрит эту серию дачную серию мы сегодня запланировали много чего интересного и вам покажем а сейчас мы перекусим и выйдем на связь муслим рассматривает график подачи воды я распечатал такой большой соседка сдачи прислала короче и вы думаете что 7 до 11 как здесь написано например или там нет такого не существует время совсем другое и подача воды у нас на огороде ведет всего лишь около там часа ли из или час копейками еще если она и вовремя и включит выключенная на во время а вот включать не факт и она идет в такие звездные дни что звезды так должны сойти еще вот в году вот если ты это самое попал на это считаешь у тебя вот повезло если на эту воду попал которая идет на огород и мы сейчас по графику попробуем отметить дни и может быть спланируем отдельный день как мы воду будем набирать потому что у нас есть колодец вот здесь вот соседний участочек такой вот за решеточкой и в него необходимо набрать воду обязательно потому что мы будем купаться и вода как бы это так что наберем воду соседка просила проверить у нее набирается ли вода и сейчас по графику мы попробуем выяснить тот единственный счастливый день в месяце когда один час будет идти вода как бы это странно не звучало и она может идти один час утром в какой-то один день или один час вечером там несколько дней но на самом деле типа близко что что один день что два короче такое здесь именно нужно жить и из и прямо от стады вечера то что к этому еще и на будние дни выпадает еще короче но скорее всего это дешевле будет чем вызвать машину с водой надо будет узнать кстати муслиму непонятно вообще я тоже без консультации ничего не понял график постучание воды короче здесь нужно целую систему водяную сделать чтобы жить хорошо вот они она пока привозит с собой воду из города но скоро мы здесь устроим себе водный вообще аквапарк тем временем вот так вот курица это приготовились и самое мясо с бедрышек самое крутое 120 гривен килограмм стоит такого мяса мы взяли пару килограмм куриные и они уже приготовила их на сейчас мы смысле мы делаем подключение насоса вот и у меня соглас аллергия буду пить это вот такую штуку диазолин вот так решили организовать место под солнцем здесь будет бассейн у нас это подложка под него мягенькая на линолеуме на ванной занавесочки еще на таких вот пропененных штуках и сейчас проверим идет ли у нас вода самое главное да самое главное итак мы используем погружной насос дачник вот таким образом зеленым шлангом его подключили привязали вот здесь вот за такую веревку будем надеяться что все пойдет хорошо мусс все ты надо посодействовать держи за веревку только не за не за кабель сама за веревку вот именно понял и вот мы спускаем вот так таким образом пошла так сказать скач пошел звук пока только прошел сейчас будем проверять пойдет ли вода вот мы подумаем думаешь и может отсюда пойдет но пока не идет ну звук какой звук жесткий не знаю как он должна идти как-то подсосать ее кто знает как насос запускать надо его подсасывать или нет вам не похоже вода идет может выпал там шланг с него значит пойти проверить таки пошла вода видите мы сделали переходничок вон он видите вдали и пошла вода сейчас будем собирать бассейн это что кстати прикольно она довольно хорошо зажимает ну что же с вами владимир вольский давайте посмотрим как собрать дачный бассейн и не дачный может кто-то в квартире хочет бассейн называется фирма in text easy set на 880 литров 18 метра на 51 сантиметр высота вот так выглядит красивая коробка стоит в одессе такой бассейн тысячу 200 гривен на седьмом километре мы ездили покупали проезд на 7 километр еще по 100 гривен то еще 200 и насос у муслима такой стоит 120 гривен 100 вот 1520 гривен стоит вот он нужно вот так вот она нам помогает доставать бассейн со скотчем муслим покажи какой насос вот такой насос вот он ведь double quick 68 612 модель и у него есть две насадочки и шланг очень удобно поставили его на пол и качаете вот вот такая штука это насадочки пимпочки ну вот открыт уже бассейн достаем мус придешь коробку даже может достать и девушка небольшой комплекции в ней из коробки эту штуку обязательно под бассейн укладываете под ложечку вот так это все выглядит вот он видите большой ну что мус накачивай вот с той стороны вот она вот это кольцо подожди сюда вода а вот кольцо нет а слив интекс изи сет видите прям красиво здесь солнце правда сильно жарит как раз самое время у нас сегодня минимум 36 градусов вот муслим вставляет присосочку сосочку она можно на солнце то не видно вот смотрите как она вставляется вот так он маленький вот эту белую тебе бзюльку накачать и все она тебе хватит там не знает 30 секунд накачивая вот уже пошла жара ты уже как будто бы качаешь там не нужно никакой насос для него он же не накачивается муслим у него только кольцо накачивается вот здесь есть инструкция видите на инструкции только сверху кольцо будет малюсенькое накачено это не сильно и очень важно оказалось что нельзя накачивать кольцо сильно потому что из-за горячего воздуха давление там и она лопается поэтому чуть-чуть оно должно быть приспущенное верхнее кольцо тогда бассейн прослужит долго и обязательно под него подкладываете подложку выбирайте место где прямо идеальный пол иначе прорвете этот самый полиэтилен хоть она двухслойный идет он очень крепкий особенно по бокам смотрите какой крепкий вот он там и видите сеточка рифленая вот в комплекте еще смотрите есть такая упаковка запечатанная буду ее разрывать конечно а в ней что какие-то штуки дрюки скорее всего это пробки ну вот я сразу пробку сюда и поставлю одну то наверно сливная какая-то из каждой стороны ведь если вы хотите угар делать можно пробки вставлять ну вот вот так вот наверно это сливные какие-то пробочки да да сливные и у меня их 3 так что у нас скорее всего с трех сторон может накачиваться сливаться наверное а может одна запасная я короче пока не шел еще есть одна пипочка вот это еще один слив какой-то или вход и не знаю с насадочкой я пока нашел две пробки я их закрыл вот ну все в принципе же веточка упала все все хора хора отпускать вот такое мнение не мусульм не надо сильно нет она насильно будет оставляй все хора надо запускать тогда включишь там водичку ой давай шланг вот так короче мы сделали смотрите какой вид но так мы наполнять его будем хотя наверно можно наполнять его и сбоку там есть какая-то опция мне кажется что можно вполне вот так через эту боковую дырку набирать при желании вот может через верх не лучше не знаю короче сейчас попробуем так набрать если чтобы он ту дырку открывать нам принципе пофиг может шланг и так быть с нами она получается блин капец но мусульман послал включить вилочку он сейчас пойдет на колодца туда пошел уже везде будет бродить причем он сам выкладывал от удлинитель у нас заломчики видите надо чтобы без заломчиков было вот так выровнять шланг иначе заломчики ему хана они покрути покрути возьми в руки покрути все да да все мы тут шланг короче не очень толстый получается и он делает заломы все вот видите можно с этого шланга все же хотите переделать как мы подключили шланг мы подключили его в колодец взяли насос дачник советский погружной и 220 подключаете на него одеваете шланг вот у нас два шланга через такие переходнички можно в магазине купить самому скрутить вот пожалуйста все это было уже на даче но можно и купить принципе в магазине при желании наполнить пять кубов воды стоит 800 гривен сейчас вызовем машину и она наполнит нам 5 кубов воды и все будет всем шикарно просто я не уверен что нужно наполнять еще тоже эти 5 кубов вот мы сейчас посмотрим сколько бассейн будет забирать и потом подумаем наполнять или нет все уже можно сюда запускать какого-то лягушонка видите и он же будет там по чуть главное расправлять тут самое интересное что очень тяжелый будет вес воды и по чуть-чуть нужно будет расправлять вот вот так вот сейчас пока нет смысла расправлять но потом надо будет вот придать ему форму на круглый такой будет и большой 10 по месяц она на 4 взрослых человека либо очень много детей так он будет анна видите стоите вообще просто в экстазе сейчас она уже туда залезет еще раньше времени здесь вот есть это артистизм уже проект муса вытащи там эту штуку вот там мы забыли ее насос чисто вытащить вот ну все короче пошла жара заняла нам вся установка как вы видите вот у меня сейчас на таймере 9 минут это с разговорами ну 5 наверное минут но наверно 6 может быть 5 вот с распаковкой вот если у вас уже шланг проложен как бы то новый бассейн вот такой вот интекс вот какие-то самое сказал таких объемов на 800 литров можно за 5 минут собрать так что это и женщина сможет и мужчина короче сделайте детям своим и себе подарок возьмите такой бассейн поставьте во дворе в городе или на дачу у себя или в огороде где-нибудь там короче обязательно делайте потому что у нас же сейчас военные эти самые действия поэтому на море не особо пускают а вот на даче можно устроить себе такой короче пикничок и всего за дешевые серди ты и бассейн тем более то у вас останется поэтому не экономьте на радости себя и порадовать и себя и детей короче не экономьте на детях и на себя на ком еще экономить тем временем наш виктор уже закрасил замазал цементом смотрите вот стены здесь были трещины вот внизу самое там где отвалилась тоже он по замазывал цементом и на уход еще будет заливать пол чтобы он вот наш пол цементный он же высошь он был еще этим клеем таким гладеньким а потом на этот пол мы обязательно разместим ламинат вот вот такая пусть здесь будет идея сейчас пока что вот виктор делает дела и здесь нужно вокруг печки сделать и оказалось у дедушка печку сделал из кирпичей и в итоге мы случайно сдвинули и целая куча дел и и короче теперь нужно в бетонировать туда в пол ну лишь он же сделал под бетон осталось только сюда вот по ходу уже да есть основа типа осталось только залить и здесь у нас будет гипсокартоновая стенка тоже мы эту дверь закроем и потом поменяем розетки все и и потолок еще осталось покрасить принципе это и тогда такой косметический ремонт будет закончен но пол это основательно уже ремонт так что вообще уже здесь стало хорошо уже пыль вот эта ушла здесь только единственная самая пыльная это вот этот ковер и две-три занавески их убрать и все будет замечательно вот такие пирожки короче сделали душ вот сейчас будем наливать него тоже водичку вдруг виктор который у нас работает хочет и здесь у нас старая вода старую воду выливаем она такая теплая теплая вот водичка мы вылили и теперь там видите все бултыхается вода теплая такая что можно уже мыть ножки на низком старте она уже там смотрите уже готовится вот сейчас она берем воды а блин ну стены спросил не на меня тапки налил о и не надо ведра меньше таскать вот видите наливается смотрите мы нашли под раковиной ежиный дом а не быстрее ежиный дом ежиное гнездо смотри да вот вот это да за ежа нет ежа нет но нет ежа жалко вишни какие-то дровишни китарского но ежа я не вижу ослабит и вижу там ежа в доме ниже нет че ты колопаешь ежиный дом то а здесь горкой видите налилась вот она вода все тут надо закричать или закинуть под это даже переливается и там бассейн уже готов видели это персик вот так вот на налился бассейн где-то у нас заняло минут 40-50 минимум немножко неровно мы поставили но идея что вот он налился так что скоро будем купаться как нагреется вода мы с ним поливает вот что поливается на поставь просто чтоб текло вкусно на его полить масло потому что мы сюда будем сливать воду наверно все таки его лучше радугам устрем устроил она потяни на себя то он сгибается тут потяни шланг то еще 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 потяни вот вот эту просто покинь и пускай течет на его короче поставили шланг спонтек на его она единственное что здесь плодоносит эти радость-то какая как не так не на меня машины на лимфа ли смотрим будет она скользит там или нет такая благодать влага пошла у а болото будет огня маски с ним на меня попал то она просто просила ты его попал под горячий рак анна тут веточки готовит и вот уже готовое мясо итак мы решили чтобы уже наверняка перебдеть и даже кипяточка добавим вот смотрите чайничка закипятили 1 8 литра кипятка потому что ну большой объем почти 900 литров воды но она такая что уже можно сидеть вот чайник немножко дал приятности хотя бы еще плеснул бы десяточек чайника вот десяточек может помогло бы наверно еще плеснем короче решили попробовать вот такую фигню если мы не помрем видите выварку нагреть кипятильником воды сейчас помоем сейчас еще давай наберем выварку попробуем закипятить хотя кипятильник у нас такой странноватый видите подгорел отислились контакты вообще какая-то тема левая сейчас света не будет вообще в доме решили вот такой дедушкиной пилой отрезать вот кусок дерева думаем или так отрезать или вот так просто отрезать ветку большую не знаю как лучше ну давай сначала вот это посмотрим как она будет пилиться вот так отпилил я . в принципе можно эту на она или нет или она не мешает или отпилить мешает она или нет отпилим тогда все веточки не мешают о совсем другое дело вот это нам на начну ходить мешает о о видели как прикольно если пила острая можно как по маслу фигарить ну не знаю тут можно это на принципе оставить так обходить нормально это да очень большие какую еще поросль у бассейна еще решил вот это вот короче отрезать весь этот дерево сломал кто-то и и не украл и поросль с него пошла свежая сейчас мы ее отрежем тоже это дерево не поросли очень есть дерево здесь нет поросли как раз не нужна отпилил такие вот это сломанное дерево кто-то его сломал а кто непонятно кто-то хотел украсть только ряжечку и не украл вот мы пока здесь закинем вот здесь немножко свободнее стало конечно вот еще мыслим если под это вон под абрикосу кинешь и там вон еще пару веточек тоже вот видите собирается тут ну что же всем снова приятного аппетита вот как выглядит наш стол это курочка в филе бедра вот такие вот сосисочки смотрите вот это вот мы решили поэкспериментировать и сделали 4 сосиски они превратились в ничто на них знатно высушило ну вот это сосиски баварские из хот-догов вот и будем кушать еще есть печеные овощи вот такие вот с кетчупом все поэтому желаю всем приятного аппетита то я уже наверно раз желал утром вот когда мы это и скоро после трапезы пойдем делать омовение уже как раз прохлада в бассейне стал прохладной а не ледяной так что мы будем действовать там и покажем съемку со мной как мы в бассейне отдыхаем давай раскрасим серый мир чтобы для нас он стал цветным наполни яркий красавь ты скажешь мне что я никто я сделаю тебе назло на все на все и и